Привет, мои дорогие лисята! Сегодня мы с вами спустимся глубоко-глубоко под землю в тайную Денеле. Очень страшно крутые катакомбы и разгадаем несколько умопомрачительных цветов. Этот великолепный навод предоставлен интернет-магазином Емур специально для обзора. Емур – самый большой интернет-магазин детских товаров в Бишкеке. Здесь вы сможете найти все для ваших деток. Игрушки, коляски, бутылочки и многое другое по самым выгодным ценам. Мы не будем заострять внимание на коробке, ведь самое интересное внутри ее. Лишь скажу, что она всецело выполнена в стиле Фрики Фьюжен. Собрав наши катакомы, мы видим, что они просто огромные и состоят из трех уровней. Начнем с верхнего. Он выполнен в виде террации с зеленым газоном, посреди которого есть столик в форме черепка Монстер Хай. А рядом со столиком я поставила эти два серых кресла с аббревиатурой школы и подлокотниками в виде паутины. Ножки этих кресел сделаны в виде лапок. Слева на газоне мы видим надгробие серого цвета, стоящее на части газона. А сверху надгробие есть черепок с крыльями летучих мышей. Как вы уже догадались, надгробие и часть газона под ним это и есть лифт. В нем есть держатели для кукол, для девочек и для мальчиков. Все это выполнено из пластика. Ну а наши монстряшки спускаются по лифту вот так. И поднимаются вот так. Сзади надгробия есть ручка, с помощью которой можно удобно спустить и поднять лифт. Кстати, только при помощи этой лестницы можно попасть на средний уровень. Вот вроде бы и все о лестнице, но в ней есть своя фишка. Между верхним и средним уровнем есть держатель для кукол с ползуном, который при движении создает иллюзию, что какой-нибудь призрак болит рядом с ней. Средний уровень, на мой взгляд, особенный. Я обожаю животных. И мне кажется, что именно здесь обитают питомцы наших монстряшек. А у левой колонны есть отверстия, как дупла на дереве, в которых мы можем наблюдать симпатичные мордашки, но не всегда, а только при повороте столика на верхнем уровне. Эта решетка и дракончик не просто декор. Они еще могут служить потайной дверью. И кто знает, кто выйдет в нее в следующем. Справа, между двумя колоннами, мы видим стенку из картона с изображением мрачных стен подземелья. А пол этого уровня выполнен из пластика сиреневого цвета с рельефом, похожим на каменный пол. Из мебели на этот уровень я разместила вот этот классический диван и круглый журнальный столик. Но на него я положила карту, вот этот учебник по укусологии и дневник гуля из коллекции Sweet Screams. Спустившись по этой лестнице вниз, мы попадаем в холм-катакомб, самое большое помещение в этом плейсете. Этот ход в игре можно использовать по-разному. Что же мы сейчас видим? Вместо пола у нас имитация доверху наполненного бассейна. Пол здесь меняется. Это делается вот так. Из мебели здесь присутствует такта с узорными черными ножками и сиденье малиного цвета. На нем мы видим драгоценное украшение с жуком-скоробеем. Я могу предположить, что недавно здесь была Клео. Также здесь есть столик с узорными ножками. На нем мы видим что-то вроде чайника голубого цвета, зеленую чашку с черпаком, кружку белого цвета в форме черепка и поднос с лакомствами. На двери в секретную мастерскую висят часы желтого цвета с красными стрелками. И чтобы дверь открылась, нужно правильно повернуть стрелки. Вот так. И вот мы уже в самом сердце катакомб в секретной лаборатории. Что же мы видим здесь? Стенка представляет собой стены и шкаф, который по краям выполнен в виде двух гробиков с полочками. А вверху висят цепи. Все это сделано из пластика темно-фиолетового цвета. Все, что есть на полочках, изображено на картоне. Там мы можем увидеть книги черепа, колбы, механизмы и много всякой всячины. На потолке есть горгули серо-голубого цвета. Из мебели я расположила здесь столик. Он выполнен очень интересно. На его ножках есть тиснение скелетов, которые как будто держат столешницу. Сам столик сделан из пластика сиреневого цвета. С его тыльной стороны в ножках есть полочки, куда можно что-нибудь положить. На столе я поставила подставку для книги розового цвета с книгой, чернильницу с пером в выполненную форме моллюска, айгробин и настольный подсвечник. Ну и для лучшего освещения рядом со столом я разместила большой подсвечник. Я даже не предполагала, что этот набор такой огромный. Мне он очень понравился, и я от него просто в восторге. Выражаю огромную благодарность интернет-магазину Дюмур за предоставленный набор. Напоминаю, что в Дюмуре каждый может найти для себя что-то интересное по самым выгодным ценам. Ну а я прощаюсь с вами. Пока-пока. До новых встреч.